Семья из Увельского района приехала в Челябинск, чтобы пожаловаться на работников магазина и полицейских. После скандала между взрослыми, по их мнению, пострадал ребенок. Что случилось в магазине и почему мама вместе с двухгодовалым малышом 4 часа провела в закрытом тамбуре, расскажет Татьяна Лаврова. Семья Мудровых приехала в Челябинск, чтобы пообщаться с уполномоченным по правам ребенка. С собой привезли жалобу на сотрудников супермаркета и полицейских. Ольга и Евгений возмущены тем, что их маленького сына вместе с мамой на несколько часов закрыли в тамбуре магазина. Ольга вспоминает, провела это время словно заключенная. Мы сидели 4 часа на бетонном полу. Он у меня тяжелый. Я сперва стояла, потом я села его, посадила на колениках тоже. Он на коленях посидел и уснул у меня. Я просила стул. Это все слышали, магазинные работники. Я просила стул. Дайте мне стул. Они не в стул не дали. Им ничего, пить. Ребенок у меня и написал. Он мокрый находился. Скандал в супермаркете случился в июне. Муж Евгений пошел за продуктами, но работники магазина заподозрили его в краже алкоголя и решили досмотреть. Когда в этот же день он вновь зашел в магазин и опять стал подозреваемым в выносе товара, выворачивать карманы Евгений не стал. Первый раз было извинение. Попросили. В ходе всего этого мы попросили вызвать сотрудников полиции, чтобы составить жалобу. Только как стало известно из собственных источников, Евгений в магазин приходил не один, а с компанией. И все они были в алкогольном опьянении. Вели себя агрессивно и вызывающе. Когда прибыли полицейские, конструктивного диалога не вышло. И уже с правоохранителями завязался конфликт. Мужчину посадили в служебный автомобиль. Как рассказывает Ольга, когда она вступилась за мужа, то оказалась в тамбуре вместе с двухлетним сыном. Моей жене завернули руку. Ее вели в согнутом состоянии. Только по данным собственных источников, никто женщину в тамбуре не закрывал. Она сама туда ушла дожидаться мужа. А когда участковый пришел сообщить женщине, что она может идти домой, топнула его в живот. Но женщина придерживается своей версии. По ее мнению, четыре часа ее держали вместе с ребенком. Сын после скандала теперь боится заходить в магазин. Андрюша, ты там сидел? Да. Ну-ка покажи, где ты сидел. Да. С заявлением, но на неправомерные действия сотрудников магазина и сотрудников полиции. Почему именно к уполномоченному по правам ребенка? Потому что, когда эти события происходили, с ним был малолетний ребенок, который, по их словам, которого, по их словам, держали где-то там на холодном полу, не давали воды и так далее. Вот по этому факту мы обращение приняли, будем разбираться. Свою проверку уже провели следователи. Сейчас на Ольгу заведено уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти. А вот были ли в нарушены права двухлетнего малыша, выяснит уполномоченный по правам ребенка. Татьяна Лаврова, Тимур Баташев, 31 канал.